Новосибирск В «Красном факеле» завершаются репетиции последней премьеры сезона «Отцы и дети» в интерпретации ирландского драматурка. Здравствуйте. Как обычно, в это время новосибирские новости. Газоснабжение домов в центральном районе, прерванное в результате обрушения одного из зданий жиркомбината, восстановят не раньше выходных. Обболившиеся стены повредили участок газопровода высокого... ...жители тысячи квартир в ближайших домах. Сотрудники Сибирьгазсервиса обследовали поврежденный участок и пришли к выводу. Восстановлению он не подлежит. Строительство обводного газопровода планируют вести в три смены, чтобы закончить как можно быстрее. Сейчас мы будем форсировать завершение этого строительства обводного газопровода. Да, и на работе были начаты. И ориентируясь, мы планируем в районе субботы, воскресенья газ подать. От покрышек, запчастей, старой мебели муниципальные спасатели разгребают берега реки Первая Ильцовка. Иначе водопропускной коллектор будет забит и потопления не избежать. Но местные жители продолжают нести сюда мусор. Репортаж Ольги Маховской. Русло реки Первая Ильцовка в районе улицы Ипподромская, где и расположен коллектор, окружают гаражи и частный сектор. Форменное безобразие и наплевательское отношение. Самые мягкие выражения спасателей во время обсуждения плана предстоящей работы. Оба берега просто утопают в отбросах. Владельцы гаражей отметились старыми покрышками и запчастями. Жители соседних домов несут сюда старую мебель и бытовые отходы. С начала марта отсюда уже вывезли несколько грузовиков различного хлама. Но стихийная свалка пополняется ежедневно. Позади меня огромная куча свежевыброшенного мусора. Кроме того, в Ильцовку попадает и мусор прошлогодний, который оттаял. Это место спасатели называют самым опасным. Если не чистить коллектор хотя бы раз в три дня, то он может полностью забиться. Дело в том, что он находится в низине. И в случае потопления или засорения этого коллектора произойдет потопление. И все гаражи, все гаражные кооперативы, все имущество граждан просто будет затоплено и утоплено. Многие гаражи здесь уже полуразрушены. Это последствия рукотворных наводнений прошлых лет. Железные остались, а на них стояли кирпичные. Туда их подмыло. И там наверху плавать будут. Но погреба-то у них у всех затоплены. Однако буквально тут же за углом пострадавшие устроили настоящий склад мусора. Гаражный кооператив облагородил территорию рядом с капитальными боксами. Здесь срубили деревья, но ветки от них свалили прямо на берегу. Со дня на день все это окажется в речке. А между тем, свободного места в трубе осталось очень мало. Спасатели расчищают жерло коллектора практически каждый день. Но для того, чтобы оно забилось окончательно, по словам бойцов аварийной службы, может хватить даже пары-тройки мусорных пакетов. Ольга Маховская, Роман Семенов, Новосибирские новости. Лед тронулся. Об этом заявили сегодня в областном управлении МЧС. И предупредили рыбакам во избежание чрезвычайной ситуации лучше сойти на берег. Спасатели подчеркивают, толщина льда уже достигла критической отметки. Выходить на него крайне не рекомендуют. В противном случае любители рыбной ловли рискуют отправиться в открытое плавание. Предостережение в основном относится к жителям области. Однако и в пределах Новосибирска остаются места, где горожане продолжают вести промысел. Спасатели не скрывают. Любой выход на лед может грозить самыми страшными последствиями. Вы согласитесь, что зима у нас предоставила все необходимые условия для того, чтобы людям отдохнуть, в том числе и на льду. Все этот период закончился, поэтому выход на лед, нахождение на льду, я уже не говорю о том, что выезд какого-то транспорта, это абсолютно сейчас, я бы даже сказал в отдельных моментах, смерть Елен. Главную городскую магистраль ждут большие изменения. Проект реконструкции пешеходной аллеи сегодня утвердили на градостроительном совете. Подробности в материале Елены Синельниковой. Участок Красного проспекта от Свердлова до Коммунистической обретет новый вид уже в этом году. Тротуарную плитку заменят на гранит, монумент Покрышкина вынесут в отдельную зону. Здесь же установят обелиски, посвященные военным летчикам Новосибирска, и скамейки для горожан. Кроме этого, общее композиционное решение включает в себя установку на лей декоративных мозаичных стел, художественное оформление входной зоны северной части аллеи и ночную подсветку. В планах архитекторов изменить пешеходный переход, примыкающий к аллее. Сейчас, переходя здесь дорогу, пешеходы вынуждены обходить аллею прямо по проезжей части. Однако в будущем разработчики планируют несколько сократить эту аллею, а сам пешеходный переход отделить островком безопасности. Однако эту идею еще предстоит согласовать с ГИБДД. Аллея маршала Покрышкина – первый этап масштабной реконструкции пешеходной зоны главной улицы города. Проект разработали студенты архитектурно-художественной академии. Месту для променада они хотят придать смысловую нагрузку, создать здесь некую архитектурно-историческую композицию, которая сможет рассказать о людях, прославивших Новосибирск. Отдельные участки центральной части Красного проспекта, от Южной площади до Ереванской развязки, будут посвящены основателям города, его почетным жителям, молодежи, поэтам. Это будет зона такого, ну как бы, не сказать, что это зона массового отдыха, там невозможно. Но зона такого исторического восприятия истории города, мы ее усиливаем. Потому что удачно, часовня будет символизироваться в этой части аллеи. Обновлять бульвар будут поэтапно. Реконструкцию аллеи маршала Покрышкина планируют завершить уже ко дню города. Остальные участки в течение нескольких лет. Приятно в центре города, такая аллея как-то освежает и очень благоприятно действует. Мне, как водителю, ну конечно, лучше, когда дорога больше. Ну все, но опять же, для красоты города, я считаю, что все-таки аллеи имеют значение. Впрочем, и проезжая часть Красного проспекта не останется без внимания. С главной улицы города скоро исчезнут несколько маршрутов, а для общественного транспорта выделят отдельную полосу. Елена Синельникова, Артем Тумарь, Новосибирские новости. Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям признал законопроект о статусе Академгородков несоответствующим российской Конституции и вернул документ его авторам. Основной закон требует, чтобы предложения, касающиеся освобождения от уплаты налогов, вносились в Нижнюю палату парламента только при наличии заключения российского правительства. Однако авторы документа об изменении статуса Академгородка не заручились мнением Кабинета министров. Напомню, законопроект предусматривает налоговые льготы и преференции для научных центров, а кроме того создание собственного органа местного самоуправления на этой территории. Научные работы студентов теперь будут массово проверять на плагиат. В некоторых новосибирских вузах такая практика уже существует, и педагоги говорят о положительном эффекте. Выпускники реже покупают готовые дипломы и ответственнее подходят к их написанию. Теперь же бороться с научным плагиатом будут в масштабах всей страны. Специально для этого создадут электронные хранилища студенческих работ. Получится ли теперь списать, выяснял Алексей Фазлеев. Оригинально 100%. Научная работа аспиранта успешно прошла проверку на плагиат. Но курсовые и дипломные студентов аналогичные испытания с первого раза выдерживают редко. Слишком много в них заимствований. Системы антиплагиат преподавателей вузов до сих пор пользовались по собственной инициативе. Теперь это станет обязанностью, причем рутинной. Если текст небольшой, то, конечно, можно за разы просить. Но если это статья какая-то, то ее полностью проверить тяжело. То есть так вот нужно частично. За один раз антиплагиат проверяет фрагмент текста из 5000 символов. Вместе с процентом оригинальности выдает и ссылки на источники заимствований. Ведь студенты часто составляют курсовые и дипломные из отрывков чужих рефератов, найденных в интернете. А то и вовсе заказывают работы профессионалам. Есть такие более лояльные преподаватели. У них прокатывает часто это все. А вот которые строгие, они, конечно, уже знают, как что. Они могут сразу определить, что куплено, не куплено, сделано, не сделано. Ты сам делал, не сам. В НГТУ квалификационные работы выпускников уже два года проверяют на оригинальность. А теперь и в Министерстве образования решили бороться с научным плагиатом в масштабах страны. Не секрет, что ряд вузов, ну, там просто как выдают, там какие-то готовые тексты, студенты его компилируют. На плагиат он может, конечно, проверить. Но ведь плагиат – это не только заимствование текста один к одному. Плагиат – это заимствование идей, каких-то положений. А вот с этим это, конечно, может оценить только комиссия. Что касается системы антиплагиат, то обмануть ее, как выяснилось, несложно. Давайте рост и заменим увеличение. Увеличение. Вместе с аспирантом в абзаце, не прошедшем проверку, меняем некоторые слова. После пары минут работы чужой текст стал практически авторским. Внука исправили, плагиат стал меньше. На 20% меньше. Да. Такой казус для студентов – повод к негодованию. Антиплагиату они объявили войну. По всей стране студенты, недовольные работой системы антиплагиат, объединяются в движение «Рассерженные граждане». В Новосибирске акции протеста пока не проводили. А вот в Москве, у дверей Министерства образования и науки, пикет прошел. Активисты движения считают, что антиплагиат станет лишь поводом для развития коррупции в университетах. Впрочем, вузы и сами не готовы к новшествам. Прежде всего, придется менять саму систему итоговой государственной аттестации. Если говорить о массовой проверке выпускных квалификационных работ прямо сегодня, то, безусловно, таких возможностей нет. Во-первых, есть система, но ее работоспособность оставляет желать лучшего. Это все диплом. Вот это все, вот тоже самое. И там еще все дипломные. Кроме нового вида проверки дипломов, вузы обяжут еще и хранить работы по-новому, в электронном виде. Научные труды по закону должны лежать пять лет. Огромный архив для преподавателей – головная боль. Максимум, что могут запросить, если даже какие-то конфликтные ситуации, только трехгодичной давности. Позже, ну вы знаете, срок исковой давности – три года, никто даже принимать их не будет. Теперь к бумажным архивам, занимающим огромные шкафы, добавятся еще и электронные хранилища. Правда, пока непонятно, кто будет пополнять их после очередного выпуска студентов. Алексей Фазлеев, Максим Федосеев, Новосибирские новости. Большинство новосибирцев, писавших «Тотальный диктант», получили двойки и тройки. Сегодня оборудовали окончательные результаты. Оценка отлично – только у 17 человек. Всего проверить свою грамотность пришли почти 3,5 тысячи новосибирцев. Традиционно наш город стал лидером по числу участников. Ну а вообще текст от Дины Рубиной по всему миру писали более 30 тысяч человек. И это не предел, уверены организаторы. Цель максимум, чтобы «Тотальный диктант» проходил в каждом населенном пункте, где есть русскоговорящие люди. Чтобы в любом городе, в любом поселке, на всем земном шаре, можно было в один апрельский день прийти и написать «Тотальный диктант». Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже. На прошлой неделе мужчина похитил 13 сотовых телефонов, избив при этом девушку-продавца. Преступление попало в объективы камер видеонаблюдения. Сначала мужчина заходит в павильон, осматривается, выжидает время, пока в помещении никого не останется и просит продавца. Показать ему товар наносит удар, девушка оказывается на полу. Секунду спустя он уже помогает ей встать и сам открывает витрину. Выбрав наиболее дорогие модели телефонов, мужчина выбегает на улицу. В ходе проведения мероприятий было установлено молодой человек 78-го года рождения, проживающий в Первомайском районе. В последующем он был задержан. В ходе проведения обыска все сотовые телефоны были найдены, за исключением двух которых он продал ломбард. Преступник крайне несудимый, проживает с женой, с двумя детьми, в одном из частных домов Первомайского района. Настоящее кулинарное сражение готовят в Новосибирске. За звание лучшего повара и кондитера будут бороться десятки мастеров со всей страны. Баталии обещают быть нешуточными, ведь на кону участие в Международном Кремлевском кулинарном кубке, чем удивляет взыскательную публику и жюри, в составе которого знаменитый итальянский шеф. Расскажет Наталья Супранова. Фестиваль «Сибирское гостеприимство» собрал больше 300 кулинаров от Москвы до Владивостока. Первый день выступают кондитеры. Свою французскую историю Наталья Сушкова создавала больше недели. Только на изготовление цветов в английской технике ушло два дня. Но это оказалось, говорит Наталья, самым простым. Самое главное, чтобы он был практичный, чтобы он не развалился, чтобы не свалился, чтобы доехал. Наравне шеф-поварами элитных ресторанов выступают и студенты профессиональных учебных заведений. При этом, отмечают эксперты, юниоры далеко не слабое звено. И именно новосибирские кулинары в числе фаворитов турнира. Идет не просто теоретическое обучение, а еще и практическое обучение в тесной связи с предприятиями общественного питания города Новосибирска. Это и кафе, и рестораны, и участие самих ребят, в том числе и в сибирской ярмарке, и в различных конкурсах и фестивалях. Впервые на фестивале судейство проходит по международным правилам. Главный эксперт – всемирно известный итальянский шеф Доминика Маджи. Новосибирский маэстро впервые и уже успел оценить сибирскую кухню. Что же касается секретов мастерства, сеньор Маджи был предельно краток. Работать, много работать и, конечно, соревноваться, побеждать своих коллег. Когда я вижу молодых поваров, девчонок, парней, как они соревнуются, с каким энтузиазмом, это делает меня счастливым. Это означает, что наше будущее обеспечено. Десять лет назад этот фестиваль задумывали как небольшой городской праздник. Теперь это знаковое событие в Жизненного Сибирска, которое во многом определяет тенденции развития сибирской индустрии питания. Чтобы эта площадка была доброй площадкой, площадкой самого настоящего обмена опытом, практикой. Поделиться опытом своим показать, взять на вооружение другое что-то от своих коллег. Поэтому желаю всем успехов и новых продвижений на этом важнейшем поприще. Дарить людям добро, дарить людям радость. Фестиваль продлится три дня. Победители осенью в Москве будут состязаться за правообладание международным кремлевским кулинарным кубком. Наталья Супранова, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. В театре «Красный факел» готовят последнюю премьеру этого сезона. Со сцены звучит Тургенев в необычной версии классика ирландской драматургии Брайана Фрила. Алексей Гамзов побывал на финальных репетициях и убедился. Русский классик в пьесе «Отцы и сыновья» становится чуть жестче, ироничнее и трагичнее. А вот финал истории оказывается совершенно непредсказуемым. Мы хвосты задрали, но ниже должны быть здесь, но здесь должны быть. Тогда мы получим как бы тот силуэт. Очередная классическая постановка в «Красном факеле» на этот раз во многом новаторская. Однако костюмы должны соответствовать эпохе. Современных девушек в Тургеневских гримерам приходится превращать каждое утро. До премьеры «Всего ничего» репетиции идут уже в костюмах. Аркадий Екатерина взрослый человек, она сама истает свою точку зрения по любому вопросу. На взгляд режиссера из Санкт-Петербурга Александра Баргмана «Отцы и дети» роман о неустроенности, трещине между прошлым и будущим. Отсюда скупые декорации, аскетичная мебель, изломанное пространство сцены. А Брайан Фрилл, заслуженный ирландский драматург, адаптировал для театра наш классический роман так, будто действительно понял русскую душу. Русский автор в интерпретации ирландского драматурга, для меня некая российская ментальность и ирландская во многом схожа в силу какой-то безбашенности, сумасшествия, какой-то порой безысходности странного отношения с историей собственной страны. Баргмана в Новосибирске уже ставил дважды в театре Афанасьева. Высоко ценят наших актеров и те отвечают взаимностью. Безусловно, режиссер попадает в артистов, но задача артистов, как мне кажется на данный момент, беспрекословно выполнять задачи, задания режиссера. Мне кажется, что самое важное, это то, что процесс происходит в атмосфере большой любви, очень душевно и тепло, так, что даже не хочется, чтобы он заканчивался. И очень важно, мне кажется, для всех актеров, то, что каждая роль простроена, то есть даже самая маленькая роль ей уделяется вниманию. Все в этой постановке от образа Базарова до финальных поклонов и узнаваемо, и не похоже на то, о чем писал Тургенев. Зрителя ждет немало спорного, забавного, неожиданного. А закончится все не на грустной ноте базаровской смерти, а светлым и лирическим ожиданием двойной свадьбы. Ох ты, боже ты мой, это же кольцо, там свинь, это свинь. Познакомиться с игрой новосибирских актеров в питерской интерпретации ирландской пьесы по русскому роману первые зрители смогут уже в субботу. Алексей Гамзов, Артем Тумарь, Новосибирские новости. Прима Новосибирского театра оперы и балета Анна Жарова стала народной артисткой России. Как сообщается в указе, подписанном российским президентом, звание балерину достойно за большие заслуги в области хореографического искусства. На сцене оперного театра Анна Жарова танцует уже 16 лет. На ее счету национальные премии «Золотая маска» звание лауреатов российских и международных конкурсов. Борис Хлебников приехал в Новосибирск представить свой фильм «Долгая счастливая жизнь». Режиссер один из тех, кто сегодня определяет лицо современного российского кино. Все его ленты – участники самых престижных кинофорумов. «Долгая счастливая жизнь» в частности представляла Россию на прошедшем Берлинском фестивале. Как в одном фильме соседствует жанр вестерн, поэзия Егора Летова и проблемы сельского хозяйства, разбирался Станислав Якушевич. Идея фильма «Долгая счастливая жизнь» родилась из желания Бориса Хлебникова переснять оскароносный шедевр Фреда Циннемана ровно в полдень, снятый в 1952 году. Но от попытки адаптировать классический вестерн в русских реалиях пришлось быстро отказаться. У режиссера получилась типично русская история про человека, попавшего в такие обстоятельства, ответом на которые становится спонтанное насилие. «Бандитов» сценаристы заменили на чиновников районной администрации, а лихого шерифа на простого фермера. Новые типажи кардинально изменили жанр фильма. Вместо вестерна – на экране социальная драма в духе Достоевского, вместо героя-одиночки – запутавшийся интеллигент. Общее одно – в борьбе за свою землю и достоинства человек хватается за пистолет. «Стрелять-то в них нельзя, потому что они нас застрелят. Бороться тоже не надо, потому что хуже будет». Хлебников снял историю про современного князя Мышкина, носящего в фильме другое знаковое имя – Александр Сергеевич. Его борьба за гибнущую ферму непонятно ни крестьянам, ни чиновникам, ни любимой женщине. Логику его поступков диктует не разум, но чувство. Работая над сценарием, Хлебников объехал более 20 хозяйств, взял десятки интервью. И подчеркивает – такое поведение типично для многих сельских предпринимателей. «Ни один нормальный, практичный человек не пойдет заниматься фермерством. И единственная причина, по которой люди туда идут заниматься этим, это исключительно какая-то совершенно необдуманная, такая романтическая мечта о земле». Снимая частную историю, режиссер не избежал общих мест и обобщающих метафор. Тут и образ реки, как символ того, что все течет, но ничего не изменяется. И сетование на аморфный социум и правовой нигилизм. И название фильма, взятое из песни Егора Летова, после просмотра воспринимается не иначе, как горькая ирония. Станислав Якушевич, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. И на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова